Здравствуйте дорогие друзья! Снова с вами канал Сельская Жизнь и я Юля. Сегодня мы с вами приготовим салат сыр чес и я покажу как я готовлю горчицу. Итак, давайте начнем с салата. Что нам для него потребуется? Нам потребуется 4 плавленых сырочка, 5 вареных яиц, майонез и 4 или 5 зубчиках чеснока. Все это мы натираем на мелкой терке и перемешиваем с майонезом. Натираем на мелкой терке сыр и яйца. И теперь сюда добавляем 3-4 таких вот полных столовые ложки майонеза. Такой салат я готовлю с осени и до весны. Это очень хорошая профилактика от гриппа. Так просто чеснок дети у меня не едят. А в этом салате добавлен чеснок. Можно его мазать на хлеб, можно накладывать как индивидуальное блюдо, да, салата и кушать. Я перекладываю в другую чашечку с крышечкой, чтобы в холодильнике не пахло чесноком. И потом, когда кому надо, открывают, намазывают на хлебушек или так кладут, например, ко второму. Вот такой вот у нас оригинальный профилактический салат от гриппа получился. Теперь я покажу вам, как я готовлю горчицу. Горчицу я готовлю всегда сама. Ее же я добавляю, когда делаю майонез. Ее можно кушать с любым, точно так же, с любым блюдом. Пельмени. Можно просто помазать на хлеб. У меня муж очень любит горчицу. Поэтому горчицу я делаю сама. Итак, сейчас я вам расскажу, как я это делаю. Итак, делаем горчицу. Дорогие мои зрители, вы извините, пожалуйста, меня за этот писк. Сегодня у нас вылупляются цыплята. Поэтому они еще только-только вылупляются и пищат постоянно. Но мне их деть некуда, поэтому они у меня находятся здесь, на кухне, пока маленькие. Они находятся рядом со мной. Итак, берем баночку, в которой мы будем делать нашу горчицу. Насыпаем сюда такие вот полные 3-4 ложки горчицы. Чайные ложечки. Три. Четыре. Сюда же мы добавляем чайную ложечку сахара. И горячая вода. Горячей воды будем наливать понемногу. Здесь у меня 200 грамм. Всегда не знаешь, сколько надо налить, поэтому половину-то точно надо будет налить. Итак, добавляем. Перемешиваем. Так, густо. Еще добавляем. Горчица горчицы рознь, которая, бывает, быстро разводится, которая, вот это вот, по крайней мере, очень долго разводится, поэтому ее не видно. Некоторые сразу, видимо, ну, производители разные, поэтому... Тут у меня вот какой-то пакет, я не знаю, купила в магазине. Город Челябинск. Такая вот темная горчица получается. Ну, вот такая вот она у нас, кашица. С ложечки спаливает. Чуть-чуть еще я добавлю. Не нужно делать сильно густо. Она еще постоит и подзагустеет. Ну, и сильно жидко делать не нужно, потому что ее потом не взять. Не вилочкой, только ложечкой. И сюда же мы еще добавляем чайную ложечку подсолнечного масла. Вот так вот. Все перемешиваем. Закрываем баночку. Беру тряпочку такую. Закутываю ее в тряпочку. И ставлю в теплое место. Я ставлю ее вот так вот на трубу отопления. И через 3-4 часа убираю в холодильник. Все, горчица готова. Можно ее кушать и хранить в холодильнике. Ну, до месяца-то она точно хранится. Ну, что ж, дорогие друзья. С вами была Юля. На канале Сельская жизнь. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok